Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Господу Иисусу Христу! Дает нам такую святую возможность для людей начитывать толкование апокалипсиса. Мы осчастливыны Богом. Это Он нам такое дал, а? Рыжа, это Господь нам дал так, любишь, чтобы посчастали ее. Откровение, 3 глава, 12 стих. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и Он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Толкование. Об удерживающем свой венец Христос говорит, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Храм Бога – это церковь. Христианин, побеждающий господин храма делает столпами в своей церкви. Так, имя некогда были Яков, Петр и Иоанн. Галатам, 2 глава, 9 стих. А позднее все апостолы, многие праведники и подвижники. Что значит столб? Столб, значит, должен обязательно стоять на прочном основании. А на нем держится все здание. Так и христиане. Сами на себе они полагаться не могут, ибо немного имеют силы. Их основание только Христос, ибо никто не может положить другого основания. 1 Коринфянам, 3 глава, 11 стих. Но Господь, в свою очередь, хочет полагаться на христиан. Бог не желает видеть своих детей всегда младенцами. Для этого Он дает им время младенчества. Далее же они должны стать побеждающими столбами в церкви, на которых Бог может положиться, в которых может быть уверенным, на которых может возлагать бремена других, которым может дать из большое служение. Такими обещает Господь сделать верных Своих, даже если они сами и немного имеют силы. И Он уже не выйдет вон. Таково навсегда вочленен святое тело Христово. Он в нем. И никто не может его оттуда вывести. Такой христианин восклицает. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Римлянам 8 глава с 38 по 39 стих. И напишу на нем имя Бога моего. В сердце такого столпа будет видение имени Божьего. И сам Христос напишет на таком имя Бога. Сейчас многие пишут на себе имя Божие и носят его. Но не Бог писал. Иные сектанты даже иначе именоваться не хотят, как Церковь Божия, а с себя дети Божии. Но не писал Христос на ересях и эритиках имени Божия. Или вот идут фашистские солдаты с надписью на бляшках своих ремней. Гот митунс. С нами Бог. Кто писал на них имя Бога? Нет, только на побеждающих позор греха и держащих венец славы. На побеждающих ересь и держащих венец правды. На побеждающих тяжкий грех смертоубийства и держащих венец жизни. На них только напишет Христос имя Бога своего, то есть имя Отца Небесного. Не то важно, чтобы человек написал на себе имя Бога, а то, чтобы написал его Христос. И имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, то есть не только имя Владыки, но и имя града Владычнего будет начертан на челах этих людей. Вышний Иерусалим, он Матерь всем нам. Галатам 4 глава 26 стих. Град Божий, святая церковь небесная и земная, жилище и селение праведных. Это вечная красота Небесного Иерусалима будет на ликах победителей просветленных. Она и сейчас уже светится в праведниках Божьих. Она воссияет во славе вечности. Так только на веценосных победителях написывается имя Христа, имя Бога, имя града Его. Они сограждане Христу. Евреям 13 глава 14 стих. Они члены Его Святой Церкви, сейчас уже и в вечности. На побеждающих членов Церкви напишет Христос ее имя. Град тот нисходит с неба от Бога. Церковь – это не земная организация, а через схождение Сына Божия на землю и сошествие Святого Духа основан на земле город небесный. Совершил это Христос своим воплощением и своей жертвой и Духом Святым через апостолов. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Имя града и имя Бога. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа кромеугольным камнем, на котором и вы устрояетесь в жилище Божиим Духом. Посланник Ефицианам 2 глава 19-20-22 стих. «Однажды сошел этот град на землю при апостолах и стоит незыблемо» Матфея 16 глава 18 стих. «Не сходил этот град более ни при каких реформах, и незыблемый, он не нуждался в их поправках и переустройствах. И небесный Иерусалим в вечности Иоанн Богослов видит сходящим от Бога с неба» Откровение 21 глава 2 стих. «От таинство великое и красота неизреченная! И имя мое новое! Еще одно, третье имя начертывается фронзенную рукой на челах победителей. Из священного писания мы знаем много имен Спасителя Иисус, Христос, Иммануил, Назарей и другие. Но никто не знает того имени Христа нового и чудного. Сокрыто оно еще от нас в тайне. Спрашивал Яков, противоборствующий у реки Яков Богу, об имени этом. Но он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно!» Бытие 32 глава 29 стих. Имманою отцу Самсона, судей Израильского, было также сказано, «Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно!» Книга судей 13 глава 18 стих. И вот это таинственное и чудное новое имя Христа, ныне на земле никому не ведомое, будет начертано на искупленном христианине филадельфийце. И имя Отца, города и Сына. Вот награда. «Истинно сказал Христос, любящим Его, и мы, Отец и Сын, придем к Нему и обитель у Него сотворим». Евангелие от Яна, 14 глава, 23 стих. Откровение 3 глава, 13 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Толкование. «Помолимся, чтобы Господь и нам даровал такое ухо». Откровение 3 глава, 14-15 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч». Толкование. Лаодикия – тоже малоазиатский город, просвещенный проповедью Евангелия при апостолах. В этот город и апостол Павел писал послание, о котором упоминается в послании к Колосинам. Колосинам 4 глава, 16 стих. Возникает даже мысль. Не все та же теплохладность и безразличие лаодикийцев привели к утере этого послания. Прочитав послание, не забыли ли они побеспокоиться, чтобы его прочитали и в колоссах, как того хотел апостол Павел и в других городах. Лаодикийская церковь – прямая противоположность филадельфийской. Если последней не было высказано ни одного упрека, то этой ни одной похвалы. Представите, и Христос так говорит – Аминь. Аминь означает истина, да будет так. Все, что Он говорит, истина и будет. Аминь – это как печать, налагаемая на всякое чтение, молитву, священодействие. Так и всему, что сказано будет в этом послании – печать. Аминь. Сам Христос. Он запечатлел собой все это. Христос умер на кресте, и через то стал свидетель верной и истины. В нем истина, и Он сам истина. Он верен своему слову и своим обетованиям. И нет в нем ни тени перемены. Верным и истинным представляет себя Христос ладикийцам. Ни живым, ни мертвым, ни холодным, ни горячим. Христос – начало создания Божия. Он – предвечный логос. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 30 стих. Всякая тварь, всякое создание через Него начало быть, и в Нем, в Сыне Божием, в логосе, имеет свое начало. Он – всему начало и причина. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, все им и для Него создано. И будучи всякому созданию, началою и причиною, он сам без начала. Неверно учили арияне, ныне подобие арианской ереси находим у пятьдесятников-единственников, свидетелей Иеговы, что Христос – начало создания Божия, то есть первая начальная тварь, что сначала Бог сотворил Христа, а потом через Него все остальное. То есть низводится Божество Христа и отвергается сами основы христианства. Это чашская ересь. Недаром церковь говорит об арии, как о безумном, избесившемся. Не из создания Божия Христос начально, а всякому созданию Божию Он начало. Он вечный и безначальный Отцу. Начало и творец всякой твари. Знаю твои дела, они и вот какие. Ты ни холоден, ни горяч. И далее говорит о страшном состоянии лаодикийцев. Теплохладные – это не мир, не язычники, не верующие – это христиане, один из семи светильников. Лаодикийцы не холодны и горячи. Холод – это безбожие, атеизм, язычество – явный грех. Горячее состояние – это от огня Духа Святого. Это те, на которых сошли огненные языки Духа Святого, воспламененные любовью ко Христу, в которых сожигается всяко лукавое помышление, всякие страсти и похоти. Это горящий и ярко светящий светом Христовым, согревающий других теплом Духа Святого. Эти же ни холодны, ни горячие, они теплохладны. И даже Христос восклицает, о, если бы ты был холоден или горяч. Это подобно тому, как в жаркую летнюю погоду хочется пить или холодной воды, или горячей. Так Христос говорит лаодикийцам, «Вы не холодны, вы не мирские, не язычники, не безбожники, вы не горячи, нет в вас огня веры, не горите евангельским светом». Холодный, далекий от веры, зачастую легче обратиться ко Христу, чем теплохладный. Холодный знает, что он не причастен Богу, а уж если станет верующим, то станет по-настоящему. Теплохладный думает, что он с Богом, но никогда не становится настоящим христианином. Лучше прямой враг, чем такая отнюдь не золотая середина. Иное толкование. Холодный – это тот, кто движется страхом Божиим, чтобы только не погибнуть, только бы не гореть в огне. Горячий же тот, кто движется любовью к Богу, чтобы только не огорчить своего владыку. Откровение, 3 глава, 16 стих. «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то изверну тебя из уст моих». Толкование. «Как теплое в жаркое время противно извергается из уст, даже рвоту вызывает. Так и я, – говорит Христос, изверну тебя из уст моих в огонь вечный». «Да, лапзает он меня лапзани уст своих». Песня, 1 глава, 1 стих. «Ищет душа горячая лапзани уст Христовых, извергает в устах Христовых душу теплохладную». Откровение, 3 глава, 17 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Толкование. Теплохладные совершенно не ощущают, что они противны Христу. Им кажется, что они очень богатые. У нас есть все, – говорят они. Мы – христиане, и ни в чем не имеем нужды. Какие к нам претензии? У нас все есть. Они знают, что ты несчастен. Сами себя обманывая, себя не зная, такие люди на самом деле глубоко несчастны. Такое теплое, промежуточное, полусонное состояние не приносит им счастье. Они страдают от духовной пустоты, чем-то себя тешат, но не знают того великого несчастья, которое ждет их, когда их извернет Христос. 1 Коринфянам, 15 глава, 19 стих. «И если мы в этой токе жизни надеемся на Христа, то мы несчастни всех человеков. Господи, сохрани от этого и спаси. Согрей наше сердце огнем Твоего Духа и Твоей любви, дабы не погибнут нам в состоянии теплохладности. И жалок один вид самодовольных и самообольщенных, и нищ, думают, что много имеют, а на самом деле пусто. Все земные блага, квартиры и амбары, все дела свои, на которые любуются, как на себя перед зеркалом. Все сгорит в огненной реке, когда предстанут перед престолом суда. Жалок будет вид теплохладных, огорчивших нищих. И слеп. Они думают, что имеют правую веру, понимают жизнь, знают, что к чему, а на самом деле слепцы. Не видят даже жалкого своего нищенского состояния, своих грехов, безумия и самообольщения. Нет видения духовного. Интересно, насколько даже в нищии отличается взгляд человека духовно просветленного от такого слепца. Инак. Нет, не имуществом нищий, но нечем прикрыть срамоты своей духовной. Не прикроют дела теплохладные тела греховного. Тело греховного. Вот образ самообольщенного теплохладного христианства. Откровение, третья глава, восемнадцатый стих. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Толкование. В жизни много есть советников, но кто сможет посоветовать уладий кийцам, как выйти из их плачевного состояния. Посоветовать может тот, чье и имя советник. Исайя 9, глава, 6 стих. Советую тебе купить у меня. Вы много покупали на торжеще этого мира, но все там обретенное это труха, это пояс моль и ржа. Чтобы истинно обогатиться, советую тебе у меня, у Христа купить. Вот торговец, который продаст тебе истинное. Для этого тебе не надо искать деньги. Это то, что говорит апостол Петр к хромому. Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа на зарея встань и ходи. Деяние 3, глава, 6 стих. Где продает Христос? Где можно купить его сокровища? Купить можно в Святой Апостольской Церкви. Это то место, где продает Христос. Что же надлежит купить лаодейкицам? Три вещи советуют купить Христос. Во-первых, золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Премудрость 3, глава, 6 стих. Апостол Павел пишет, строит ли кто на этом основании Христе, в скобках Христе, то есть покупает у Христа из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. 1 Коринфянам 3, глава, 12 стих. Дерево, сено, солома. Это дела лаодикийские, которые сгорят в огне страшного суда. Христос советует купить дела золотые, которые устоят в день судный. 5 неразумных геф пошли в судный день покупать и ледь добрых дел, но поздно. Сейчас обретают дела добрые, золотые. Купить дела значит их совершать. Дающим милостыню обретает богатство нетленное, золото огнем очищенное. Это и сердце в огне искушений и страданий испытанное. Но чтобы действительно иметь это золото огнем очищенное, советует еще Христос и белую одежду, чтобы одеться. И чтобы не видна была срамота ноготы твоей. В первую очередь в крещение совлекаемся греховного тела плоти Колосина 2 глава 1 стих и облекаемся в одежду белую Исайя 61 глава 10 стих Эфесянам 5 глава 26-27 стих Во Христа Галатам 3 глава 27 стих Но здесь Христос обращается собственно к уже христианам. Какую им еще надо белую одежду? Вес он чистый и светлый Ведь сон же есть праведность святых Откровение 19 глава 8 стих Праведная и добродетельная жизнь вот белая одежда необходима христианам. Если не облечься то не скроешь срамоты ноготы своей своей ладийкийской греховности Не может срамота ноготы нашей наследовать Царствие Божие Поэтому поспешим облечься белую одежду и добрый гел соделанный в Духе Святом Поспешим облечься праведностью во Христе ибо не от себя а только через него мы можем быть оправданы перед Богом облечься праведностью святых Дух Святой просветляет наши очи мысленные в крещении в сейбане просвещении и в таинстве мира помазания помазуются очи наши просветляющие благодатью Духа Это Богом дарованное видение духовное которое открывает наши глаза на жизнь на самого себя на Бога Петра 1 глава 19 стих а также глаза поднятые молитвенно к небу просветляются небесной мазью Духа Святого очи с вожделением смотрящие на предметы мира сего мутнеют и слепнут презрение же мира сего просветляет взор обрезший это золото эту одежду эту мазь исцелився ладийкиец от своего пагубного сна здесь мы видим и пример истинной душепопечатленности смотрите как советует поступить Христос сначала купи золото чтобы обогатиться потом оденься чтобы покрыта была ногота и тогда уже помажь глаза глазной мазью чтобы видеть а как бы посоветовали мы вот перед нами грешник мы бы подошли к нему и сказали купи глазную мазь чтобы увидеть какой ты грешный несчастный жалкий потом посоветовали бы одеться а уже одетому посоветовали бы обогатиться у Христа все иначе сначала обогащает потом одевает и потом только дает глазную мазь чтобы когда прозрел человек увидел себя уже одетым видите какое снисхождение Божие таким мы должны подходить не обнажение срамоты грешника наша цель а его исправление и обогащение сначала обогати духовно одень помоги а тогда открывай его глаза чтобы увидел себя обличенного Христа и осознал из какой грязи его спасли помоги нам в том Бог откровение 3 глава 19 стих кого кого я люблю тех обличая наказываю и так будь ревностен и покайся толкование у людей бывает наоборот кого любят тех не обличают и не наказывают а поощряют и хвалят закрывая глаза на их грехи и тем самым окончательно их портят псалмопевец говорит обличение вот илей который не повредит голове моей псалм 140 5 стих поэтому Господь кого любит того обличает и наказывает часто говорят ну как вот христиане веруют а вся жизнь их страдания и бедствия так это и говорит о том что Христос их любит ибо наказывает поэтому в жизни всякое обличение должно приниматься нами не с ропотом и обидой а со смирением и благодарностью ибо это хорошо для нас лучше сейчас понести наказание чем вечности ныне многие молодые родители решили что детей нельзя физически наказывать их мол любить надо и они сами должны доходить до всего своим сознанием они мол должны иметь свою волю а вот что говорит священное писание кто любит своего сына тот пустяще наказывает его чтобы впоследствии учешаться им сераха 30 глава 1 стих кто жалеет розги своей тот ненавидит сына а кто любит тот с детства наказывает его притча 13 глава 25 стих не оставляй юноши без наказания если накажешь его розгу он не умрет ты накажешь его розгу и спасешь душу его от преисподней притча 23 глава 13 14 стих видно илодикийцев наказывал Христос и вот он призывает их и так будь ревностен и покайся во многом мы проявляем ревность приобретение богатств образования чинов друзей грехов Христос призывает теплых владейкицев к ревности в покаянии мы обычно говорим о ревностном служении Господу но чтобы служение наше действительно было ревностным и богоугодным надо быть ревностным в покаянии а как часто мы в этом ни холодны ни горячи холодные это те кто вообще не каются это безбожное пребывание в грехе горячие это искренне слезно и постоянно кающиеся во всех своих грехах и оставляющие свои грехи теплые время от времени бывают у батюшки на исповеди расскажут ему какие-то грехи свои перед греховным делом могут сказать прости Господи и совершить грех но нет искреннего раскаяния в своих грехах нет слез души не опротив им грех в их глазах он не ужасен не понимают что этот их грех ведет в гиену не имеют они намерения оставить грех не считают нужным исповедовать грехи свои перед теми перед кем виноваты на исповеди спешат таковые склонить голову под эпитрахиль священника но не спешат высказать и оплакать все свои грехи Христос стоит у двери твоего отчествевшего сердца и говорит будь ревностен и покайся а вспомним примеры покаяния святых горькие слезы апостола Петра после отречения апостол Павел который огласил уже почти всю вселенную проповедью и призвал ее к покаянию всегда помнил и оплакивал свой часткий грех перед церковью гонителем которым он был не скрывал этого но часто упоминал о том в своих речах вот в конце жизни пишет он своему ученику Тимофею послание и упоминает о грехе своем плачет о нем как будто сегодня совершил и видит пустыню пустыню и ты услышишь покаянный стон и плач Ефрема он и перед смертью скажет ученикам никто-то не ублажает меня ибо я грешный человек посмотри в леса Саровские там в дремучей чаще на камне тысячу дней и ночей стоит одиноко и покаянно на коленях монах Серафим так неужели же мы настолько выше и чище всех этих людей что не нуждаемся и в тысячной доле их покаяния плач плач ладикия о своих грехах плачьте о нас ленивцев и вы святые Петр и Павел святая Мария Египетская и святой Ефрем Сирин плач о земле нашей и ты святой Серафим Саровский плачьте о нас святые да и мы наконец восплачем о грехах наших откровение 3 глава 20 стих я стою у двери и стучу если кто услышит голос мой и отворит дверь войду к нему и буду учрять с ним и он со мною толкование где-то Господь стоит у двери разве он не вездесущий разве не царь царей где-то место где он у дверей кто сей дерзкий не впустивший Христа куда нам обратить свой взор чтобы увидеть его может это на небесах может это Херувимы или Серафимы высшие чины ангельские но нет читаем Господь царствует он восседает на Херувиму Псалом 98 1 стих нет не Херувимы это может Серафимы нет ибо вокруг него в скобках Бога стояли Серафимы у каждого из них под шести крыл двумя закрывал каждый лице свое и двумя закрывал ноги свои и двумя летал и взывали они друг к другу и говорили свят 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 Господь Савов Исаия 6 глава 2 3 стих нет не закрывает Серафимы своих дверей от Господа но закрывает наоборот глаза свои ибо не дерзает видеть на его ибо не дерзает взирать на его славу не за дверями находится а на престоле восседает Христос Вседержитель на небе так где же та дверь которая не открывалась Христу вижу что и тварь бессловесно славит его вся земля полна славы его Исаия 6 глава 3 стих зайду ли на небо ты там зайду ли в преисподнюю и там ты возьму ли крылья зари переселюсь на край моря и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя Псалом 138 с 8 по 10 стих так где же Господи где дверь та которая заперта перед тобою в которую стучит десница твоя и не открывается все стою у двери и стучу стучу в дверь ладиоикийской церкви сердца не холодно сердца ни холодного ни горячего там нет меня там не правит десница моя там я за дверью так может оказаться что в большом обществе верующих нет того в кого не верует таково сердце человека вот вот все дерзкий не впустивший наполняющего все разросшийся и обленившийся я сидит развалившись в кресте сердца а Христос стоит у двери стучит но лень этому я оно не спешит отворять дверь его создавшему вот голос моего возлюбленного который стучится отвори мне сестра моя потому что голова моя вся покрыта росою кудри мои ночной влагой и вот ответ на сей стук возлюбленного я скинула хитон мой как же мне опять надевать его я вымола ноги мои как же мне марать их песня песней 5 глава 2 3 стих спит душа ладикийская он мог бы давно уйти но он стоит у двери стучит стучит непрерывно стучит долго стучит 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 слышишь ли голос Духа Святого стук Христа в ночное время когда не можешь спать у тебя стучит сердце но ты внимательный слушайся не в сердце ли тот стук если кто услышит голос мой и отворит дверь услышав тихое веяние побуждения Духа Святого стук Христов раскрываются двери сердца войду к нему и буду вечерять с ним и он со мною устраивается дивная вечеря в сердце человека говорит отец по случаю возвращения блудного сына переведите откормленного теленка и заколите станем есть и веселиться Луки 15 глава 23 стих пищу пищу небесную становится для человека его спасение и обещал Христос открывающему дверь своего сердца и мы в скобках отец и сын придем к нему и обитель у него сотворим Иван Глядьяна 14 глава 23 стих и Дух Святой который с вами пребывает стучит в сердце и в вас будет Иван Глядьяна 14 глава 17 стих так становится сердце обителью живоначальной троицы Господь вечеряет в таком сердце и в такой общине церковной Ну все я думаю Да Слава Христу Если все Это тоже смотрю письма мне идут Отличаю Ну как всегда после полчаса как насчитывал и дополнять я ничего не могу потому что все подробно рассказано очень подробно Ну бывает кое-где немножко так я комментирую А так все разжевано и положено в рот Вот наше сокровище о чем мы сейчас считаем это Новый Завет в трех томах Каждый том 752 страницы От Матфея вместе с Апокалипсием с откровением дается полное толкование Вот у нас еще сокровище большое Это сайт во свете Библии православный библейский сайт Самое ценное во всем что есть это вот 4124 ответа по темам 55 тем вера взаимоотношения внутренний мир война государство вот любое дело вот допустим здесь что такое ереси секты вот ткнул мне ереси секты оно сразу выкидывает где есть вот они все эти темы вот чем баптиста объясняет при крещении однократное погружение в воду это вопросы мне задавали по радио я вел три программы регулярно притом в университетах вот ответ во втором томе открытым оком их 30 томов у меня издано вопрос 638 посмотрим вот ткнул в него тут одни вопросы ответ а ответ православным не понравится говорят как миссионерам работать в первую очередь хорошо знать писание жить свято и не защищать самого себя уметь каяться я отвечаю баптистам это много легче объяснить чем нам однократное было обрезание однократное принесение в жертву за что-то и землей засыпают в могиле единожды и омовение единожды и три раза никто не делает кряду погружение с живота именно все это и символизирует так что у баптистов больше доказательств чем у православных но у нас есть правило апостолов 49 правило если кто епископ или пресвитер крестит не по Господнюю учреждению в Отца и Сына Святого Духа но в трех безначальных или в трех сынов или в трех утешителей да будет извержен 50 если кто епископ или пресвитер совершит не три погружения единого тайно действия но одно погружение даваемого смерть Господню да будет извержен ибо не говорил Господь смерть мою крестите но идя научите все народы крестя во имя Отца и Сына Святого Духа дальше согласно только этих правил у баптистов нет истинного крещения но для баптистов главное чтобы человек уверовал и был крещен в полное погружение так что наше истинное крещение и они признают за истинное и наших уверовавших в возрасте и принявших крещение сознательно они не перекрещают а мы баптистов в любом случае будем перекрещивать потому что у них нет настоящего рукоположения и нет троекратного полного погружения видите ответы мои не всем нравятся я отвечаю как вот допустим какую-то тему ты нашел дальше по ней вышел вот она здесь это говорит вот если выйдете на сайт просто Игнатий Лапкин сайт этого достаточно чтобы вы уже были на нашем сайте во свете Библии вот он а вот здесь внизу написано православный форум Игнатия Лапкина в него щелкните и откроется форум вот он 1440 тем очень и очень большие темы разбирается как открыт у нас православный видеоканал открытый бок о во свете Библии около тысячи наших роликов больших притом так что милости просим у меня еще очень богатая страница в mail.ru в моем мире в моем мире я считаю несравненно выше чем Одноклассники ВКонтакте Фейсбук там Твиттеры разные все что есть я знаю у меня страница везде открыта но работать там нельзя рассылать невозможно на всех на всех невозможно которые у тебя в друзьях а тут можно было одним щелчком на 10 тысяч посылать вот но у нас еще открыт живой журнал он тоже мертвый большой хороший но никакой связи ничего нет нет так что так что вот мы начитали евангелие от мафея полное толкование я давал комментарии там проще было а здесь отец геннадий сам эти комментарии и дает подробно добавить нечего на его комментарии другие комментарии давать нечего это пишет возрожденная душа истина верующий человек живущий свято именно свято некоторые скажут как так свято да так что свято живет он вы его просто не знаете познакомьтесь он служит в Абакане в Какасе сейчас сегодня у нас 18 октября 2013 года еще он там еще он живой он из Менонитов пришел он теперь магистр богословия в Московской Патриархии был когда-то он благочином Минисейского округа вот так ну все пока на этом мне надо отвечать сейчас пока покажи где еще есть это можно показать вот я отвечать должен так так вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok